Это вам просто кажется. Возьмите все весла вот так, на одном пальце. Закрепите сверху замочком. Возьмите нижнюю руку вот так вот примерно. Положите на шлем и должно образоваться 90 градусов в руках, в локтях. Все, молодцы. Следующий момент. Сидимся, рассаживаясь в лодку на красные баллоны. Ноги под пушечи, под середину. Под веревочкой, как вам удобно. Главное, чтобы лодка вы чувствовала себя комфортно. Те, кто будет без весла, соответственно, садитесь посередине вперед. Вперед, вперед. Почему сел? Я не говорил садимым. Я сказал, как садимым. Садитесь, на красный баллон. Показал так. Короче, вперед, садимся два подготовленных физических человек. Которые могут задавать темп. Они будут на друг друга смотреть и осознавать, как лучше ехать. Давай вот ты, я уже хорошо. И ты, конечно, первый сам. Давайте потихонечку будем рассказывать. Дальше, я вам объясню моменты. Девочки назад, берет мужчина посильнее. Мне все равно. Попробуйте все отклониться назад, чтобы почувствовать, что вы будете крепко сидеть в лодке и не сможете. Так, следующий момент. В пороге есть места, живающие воронки, которые можно тащить под воду на 5-8 секунд. Вы не волнуйтесь, рассматривайтесь и получайте удовольствие. Главное, что берете весло, это плюс к вашей подъемной силе. Вот. Без весла обратно в лодку не пускают. Это ваш талончик, чтобы вернуться в лодку и проехать дальше. Вот. Я хочу вам помочь. Смотрите, вот так взяли весло, протянулись, вам также могут исток подтащить вас и поднять на борт. Следующий момент. Если вы все-таки оказались в воде, схватитесь за веревочкой, нечего отдать человеку ближайшему. Упрейтесь на него, и за жилет я вас вытащу лично. Вот. Следующий момент. Опять же, я вот буду в пороге давать команды, вот, и только мои команды слушать, ничего лишнего не делать. Все, поехали. Все.